С вами Маки Чародей, Антон Чалей, и сегодня я вам покажу одну из самых эпичных битв Total Accurate Battle Simulator. Сначала я познакомлю вас с этой игрой, а в конце моего видео мы сделаем одну из самых трэшовых битв. Это 199 варваров на 199 фермеров. Игра начинается. Вы скажете, что я капитан очевидность, но я все-таки вам расскажу. Вот этот вот параметр юниц, это столько людей вы можете поставить на поле, а деньги вы за них можете купить разных наемных убийц. Так, и битва начинает. Смотрите, какие мы красные, короче. Ах, блин, какие они все няшные такие. Это жесткая битва, посмотрите, как они сражаются. Мы победили, завалили всех синих. Давайте поставим каких-нибудь со щитами, да? Они, по-моему, такие вообще четенькие, просто чувачки. А за ними вставим футмен. Это многочеловек, что ли? Ножны люди? Так, давайте их поставим. А тут мы сделаем просто отвлекающий маневр. Вот тут вот группа наших людей без ничего. Самых дешевых. Дешевочек. Они отвлекают, они должны подойти сзади. Ну, нихрена себе, смотрите. Что-то тут нас как-то много очень людей встречает. Ну, чувачки со щитами тоже не пробах. Этот чувачок, смотрите, они еще двигаются. Кто-то из них, скорее всего, еще жив. Так, какая напряженная битва, какая напряженная битва. Победа. Не знаю, справятся ли наши фермеры вообще с ними. Ну, давайте посмотрим. Ну, куда же вы разделяетесь? Что же вы делаете? Так, у нас есть какая-то вероятность победы небольшая. Есть какая-то вероятность победы. Наши, давайте побеждайте. Вас двое. О боже, мы победили. Так, давайте мы поставим вот этих со щитами. Они вроде так нормально справляются. Сзади мы поставим вот этих вот ребят. Они вообще неплохие ребята. Пацаны вообще, ребята. И поставим вот такую вот фигню впереди. Сейчас вы поймете, что это. Это просто бешеная лошадь, смотрите. Херяк. Просто мега бешеная лошадь. Они, смотрите, они просто боятся нас. Смотрите, они прям побежали куда-то. Неизвестно куда. Мне кажется, или мои лучники и моих подстреливают. Смотрите, эти, наверное, ребята точно не добегут до наших. Столько стрел. Красавчики. Классно. И вот эти вот ребята мне нравятся. Четко. Давайте запустим сразу вот две этих бешеных лошади. По-моему, это будет вообще отлично. Так, ага, все, наши бешеные лошади работают. Одна развалилась, другая еще захватывает. До свидули. О, смотрите, у него что ли в попе, что ли, стрела? Ну, практически в попе. Да, стрела в попе, это, наверное, не очень приятно. Естественно. Какие-то они очень бешеные солдаты. Этот, смотрите, все еще борется. Все еще борется. Давайте, ребята. Ребятоли, вы сможете это сделать. Отлично. Уровень номер 6. А давайте мы просто сейчас попробуем такую сделать тактику. Я не знаю, что с этого выйдет, но, по-моему, будет забавно. Ага, у них, кстати, смотрите, щиты. Так, давайте стреляйте вы уже. Так, нас бомбанут. Нас точно бомбанут. Щитам как-то просто без разницы на это все. Хотя, может, и не бомбанут. Смотрите, наш левый фланг выстоял. Так, давайте посмотрим на эту битву эпичную. Так, давайте. Лучники, не отступайте. Не отступайте, вы можете, я вас верю. Они так медленно поворачиваются. Нифига себе. Давайте прям вот тут вот издалека вот это вот поставим. Вот тут вот мы поставим большое-большое войско. О, одна пушка есть. Конь еще бежит. Безумный конь. Давай на другую пушку. Конь, давай беги к другой пушке. Я тебе сказал. Он меня даже послушал. Так, один со щитом. Смотрите, он до сих пор не боится. Стрела все-таки достала через щит. Уровень восьмой. Я думаю, он еще напряженнее. О, вот это да. Блин, эти бешеные лошади. Смотрите, это чувака штырит. Какого-то чувака штырит очень сильно тут. Так, ну у нас что-то осталось. Так, что осталось? Даже выиграли. Хорошо, давайте перейдем к эпичной битве. 199 варваров против 199 фермеров. Вы чувствуете запах войны. Будет группа тут. Такая, практически как вишенка. Будет группа тут. А давайте нарисуем, типа, войско. Прикиньте, спрашивают какого-нибудь полководца. Как ты расставлял свои войска? Он такой говорит, я просто делал смешное личико. А тут давайте сделаем какого-нибудь злого чувачка. Вот у него глаза. Он очень злой такой, прям как якудза. Такой нос. Нос картошка. И у него практически не будет улыбки, потому что у нас уже и так переполнение идет. Play. Ох ты ж, нифига себе. Прикиньте, у меня комп довольно-таки не слабый. Но сама игра, точнее, вы даже смотрите не видео на ютюбе, прикиньте. Вы смотрите фото на ютюбе. Это просто слайд-шоу. Представьте, в компьютере, в котором 32 гигабайта оперативной памяти и не сильно слабая видеокарта на 8 гигабайт. Все равно, если честно, просто видео выглядит как слайд-шоу. Оно так выглядит, потому что, прикиньте, каждому этому чувачку... О, подождите. Вроде побеждают охотники. У каждого чувачка есть свой искусственный интеллект, представьте. Блин, я просто не понимаю, куда вот эти вот бегут, ребята. Ну нахер. Самое интересное, вот смотрите, вот это вот куча людей, куча, куча мертвых трупов. Но почему же там фермеры положили свои оружия? Почему? Вон они выкинули их перед боем. Зачем? Они такие, нет, я слишком суровый, чтобы сражаться на вилах. Я буду сражаться на руках. Ой, дурак. Я так понимаю, красные все-таки побежали в какие-то кусты деревья, а синие бегут за ними. Вот это вообще искусственный интеллект. Смотрите, какой-то красный пристроился к дереву. Чувак, что ты делаешь? Вот скажи ты мне. Ага, знаете, есть такое видео, там, по-моему, доктор Попов или какой-то чувак, который рекомендует обниматься с деревьями. Я не хочу воевать, и я хочу обниматься с деревом. Я за мир и любовь. Смотрите, сколько тут трупаков. Да, мы устроили просто большую пиксельную битву. Я не знаю, если честно, сколько это будет продолжаться. За кого вы больше болеете? Пишите в комментариях, либо за варваров, либо за фермеров. Я просто думаю, что это не закончится никогда, потому что большинство из них вообще перестали нападать на друг друга. Вот, допустим, два чувака. Я просто не понимаю. Два синих. Что? Вот что они вот сейчас, в данный момент, вообще творят? Это может продолжаться просто часами. Поэтому в этой битве 199 фермеров и 199 варваров объявляется ничья. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. Ютуб очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, Ютуб, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья вконтакте. Ссылка внизу. Всем пока!